Глава 8. Где бы ни была еврейская боль. Подзаголовок. Борьба за доктора Эйнхорна. Концепция Аават Исруэл, любви к евреям, означала в практическом плане поразительно широкий спектр деятельности Лиги защиты евреев, и широкий диапазон ненавидящих евреев столкнулся лицом к лицу с новой группой, которая стала проявляться внезапно, регулярно и стремительно. В газете New York Times 25 мая 70-го года появились грустные слова еврейского лидера. Они могут мгновенно собрать 50 человек в магазине одежды или 70 студентов колледжа. Они работают очень эффективно по телефону, и у них есть люди, ответственные за сбор отрядов в несколько десятков человек. Такой широкий спектр деятельности ЛЗЕ мог быть замечен в ряде районов, где еврейская воинственность играла заметную роль. Больница имени Линкольна и медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна. После Второй мировой войны университет Яшива, самая известная высшая религиозная еврейская школа в стране, решила открыть медицинскую школу, которая облегчила бы молодым евреям, желающим стать врачами, избежать обременительных квот и ограничений, с которыми они так часто сталкивались до этого времени. Так появился медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна вместе с городской больницей имени Линкольна, единственной в пораженном бедностью неграми и пуэрториканцами и еврейской беднотой в районе Южного Бронкса. Эта больница была под управлением данной школы и комплектовала с ею. Немногие из больниц имели такой преданный и теплый персонал, который, работая в ужасно трудных бюджетных условиях, представлял отличный уход бедным жителям окрестностей. Тем не менее, подстрекаемые пуэрториканскими боевиками из организации «Молодые лорды» и новой левой группой, известной как «Молодые врачи и работники здравоохранения», и внебрежения к потребностям сообщества. Реальное желание боевиков состояло в том, чтобы пуэрториканцы и чернокожие были поставлены в управление больницы, а евреи вытеснены. Захваты и срывы работы стали обычным явлением, пока не достигли точки, когда 12 июля 1970 года 12 врачей, 11 филиппинцев и 1 кореец, попросили освободить их от работы из-за преследований и запугивания. И город, и Ешива проявили ужасную слабость и неспособность поддержать свой персонал. Таким образом, насильственный захват, наконец, привел к тому, что город сдался и назначил пуэрториканского доктора Антеро Лакоту администратором. В августе заведующий отделением акушерства и гинекологии доктор Джозеф Смит был взят боевиками в заложники на 6 часов. В ноябре уровень напряженности достиг апогея требованиями о том, чтобы заведующий отделением педиатрии доктор Арнольд Эйнхорн, еврей, был снят с поста, который он занимал в течение 12 лет и заменен своим помощником доктором Хелен Родригес. Декан Лейбл К. Шейнберг из медицинского колледжа Эйнштейна удовлетворил это требование и в конфиденциальном меморандуме похвалил Эйнхорна за то, что он был превосходным заведующим педиатрическим отделением, но выразил сожаление в связи с тем, что отделение педиатрии считает необходимым в это время иметь заведующим человека иного этнического происхождения. Это возмутительное заявление не сопровождало с выводом, что следующим шагом будет требование, чтобы и декан оценивался по своему этническому происхождению. Чтобы кто-то не подумал, что вся еврейская община была возмущена, следует отметить, что Генри Шварцшильд, член Комиссии по социальной справедливости Совета Синагог Америки, допускал, что при определенных условиях сообществу надлежало утверждать свою прерогативу. Большинство евреев реагировало гневом, но вполне предсказуемым, без всякого действия, и после двухнедельных протестов приняло новый статус. Мы в ЛЗЕ были в ярости именно из-за аргумента одного из штатных врачей колледжа Эйнштейна, который спросил, если такое может случиться с евреями в еврейских учреждениях, таких как Эйнштейн, который является детищем университета Ешива, то что можно ожидать от нееврейского мира в его отношении к еврейскому персоналу? Мы сочли невероятным, что еврейское учреждение, такое как университет Ешива, оказалось настолько бесхарактерным, что не смогло поддержать евреев. В конце ноября мы решили принять меры и использовать бесхарактерность университета Ешива для еврейских целей. Ешива прогнулась под угрозами, и под угрозами Ешива даст отпор. Две группы членов ЛЗЕ появились в манхэттенских офисах президента университета Ешива Самуэля Белкина и в офисах ректора Шейнберга из колледжа Эйнштейна. Я был с последней группой, и мы приказали всем работникам выйти на 15 минут. Потом мы заперли двери и сказали всей школе, что мы разобьем ценный бюст Эйнштейна и разнесем офис, если только полиция попытается войти. Наше требование было простым. Мы хотели получить четкое заверение колледжа Эйнштейна и его основателя Ешивы, что доктор Эйнхорн останется на своем посту. Всю ночь мы дежурили в офисе, а полиция и пресса снаружи, тогда как любопытным студентам-медикам время от времени разрешалось выражать свою поддержку. Наконец, когда скандал начал сильно давить на Ешиву, был получен телефонный звонок от раби Эммануэля Ракмана, помощника Белкина, пообещавшего, что Эйнхорн останется. 7 сентября 1972 года доктор Эйнхорн прислал мне письмо с наилучшими пожеланиями на Роша Шана. Он добавил, «С благодарностью за ваш прошлый интерес к моему делу и с моими самыми глубокими извинениями за мою прошлую неблагодарность, о которой я сожалею и за которую я дорого заплатил». Этот абзац нуждается в объяснении. Поздно ночью, когда мы сидели в офисе декана Шейнберга, зазвонил телефон. Это был доктор Эйнхорн, который выразил нам благодарность за наши усилия, но попросил нас уйти, поскольку ему казалось, что это не тот путь. Я сказал доктору Эйнхорну то, чего не понимает большинство евреев, которые оказываются в беде и которым помогает Элзе. «Мы это делаем не ради вас, и нас не интересует то, что вы думаете. Мы делаем это потому, что вы символизируете еврейские права, которые растоптаны. А мы намерены следить за тем, чтобы эти права были защищены, нравится вам это или нет». К чести доктора Эйнхорна, он в конце концов осознал этот жизненно важный момент. Когда возникла Элзе, а школьная забастовка угрожала еврейским учителям, десятки из них собрались, чтобы присоединиться к новой группе. Однако они пришли не из любви к евреям, а из любви к учителям, самим к себе. Как только забастовка закончилась, Элзе показала, что она создана, чтобы помогать всем евреям и потребовала от учителей такой же отдачи, которую они проявили для собственного выживания, но уже не ради учителей. Большинство из них ушло. То же самое справедливо и для торговцев, и для кварталов, и для лесных холмов. Они произносили лозунги, обряжали свое дело в упаковку «любви к евреям», а на деле они боролись за самих себя. Когда причиной становилось что-то другое, когда происходящее становилось сложным, когда ФБР возникало на месте происшествия, когда мы настаивали, чтобы они жертвовали своим временем и деньгами, они исчезали. Это была трудная идея, но для них было жизненно важно понять, что Элзе никогда не сражается за еврея как конкретную личность, профессию или соседство, а только потому, что он – часть еврейского народа и существует божественное призвание не проявлять безразличия крови собрата еврея.